Откроем первую главу книги Деяния и прочтем два стиха, четвертый и пятый. Звучат они так. «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вы помните слова, сказанные распорядителем пира «жениху»? На браке в Гане Галилейской, после того, как Иисус совершил свое первое чудо, когда служители начали подавать вино, которое фактически было водой, превращенное в вино Иисусом, Он не знал, откуда появилось это вино, и сказал жениху, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Да, Бог всегда так делает. Он сберегает лучшее, наконец. Последнее сказанное Христом ученикам до Его вознесения на небо было о самом чудном даре, который Он имел для них. Поэтому Он велит им ни в коем случае не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока они Его не получат. Ведь цель Его пришествия на эту землю заключалась в том, чтобы возможно было для них принять это драгоценнейший из всех даров. Вы помните, как в одном случае, во время Своего земного служения, Он вдруг восклицает, «Как я томлюсь, пока съест его шиться!» О чем Он томился? О передаче этого дара. И какой этот дар Он хотел дать им? Здесь Иисус называет Его обетованием Отца. Это было лучшее вино, которое Он сберег доселе. Дар Духа Святого. В течение сорока дней после воскресения Он являл Себя живым, так, чтобы не могло быть ни малейшего сомнения в том, что Он воистину воскрес. Помимо того, Он говорил им о Царстве Божьем, о значении Царства Божьего в свете Его смерти и воскресения. И теперь самое последнее, о чем Он им напомнил, Он напомнил об обетовании Духа Святого, который обещал им Отец. Об этом говорит Он им, «Вы слышали от Меня?» И теперь Он велит ученикам не отлучаться от Иерусалима до тех пор, пока не будет исполнено это обетование. Но перед тем, как ближе познакомиться, в чем заключается этот чудный дар обетовании Отца, хочу обратить ваше внимание на одно интересное слово в нашем тексте. К сожалению, в русском переводе его настоящее значение скрыто. Я имею в виду слово «собрав» в 4 стихе. «И собрав их, Он повелел им». В греческом подлиннике это слово состоит из трех частей. «Вместе», «собраться» и «соль», то есть «есть соль вместе». И поэтому это слово в греческом использовали в значении «есть вместе», то есть «принимать пищу вместе». Так что 4 стих можно перевести приблизительно так. «Собравшись вместе для еды или во время обеда, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Возможно, это был последний раз, когда Христос принимал пищу вместе со Своими учениками. И во время этого завтрака, обеда или ужина Он дает им самое важное повеление. Он говорит им о своем самом любимом предмете. Он напоминает им о самом чудном даре, который Он имел для них. Он не заявляет об этом на каком-то большом торжественном собрании или заседании. Нет, но в самой обыденной обстановке, в самых заурядных условиях во время еды. Читая Евангелие, вы обнаружите, что не раз Христос делился со Своими последователями драгоценнейшими истинами именно во время совместной трапезы с ними. Христос имел самую серьезную беседу с Петром, восстановляя общение с ним во время завтрака. Это было рано утром, на берегу Генесарецкого озера, в день, когда Христос воскрес из мертвых. В конце своего Евангелия Лука описывает другой момент, когда воскресший Христос явился им, показав им руки и ноги свои. И сказано, когда они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, есть ли у вас какая пища? Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда и, взяв, ел перед ними. И сразу после этого мы читаем о том, как Иисус начал изъяснять им Писание и велел им проповедовать Евангелие. Нам может показаться, что Ему следовало бы заявлять такие важные истины в более официальной и торжественной обстановке. Но Господь избрал домашние условия, чтобы передать самые великие и значительные истины. О чем это говорит нам, дорогие друзья? Во-первых, о том, что нам следует прислушиваться к тому, что хочет сказать Господь в любых условиях жизни. Мы должны быть готовы в любое время принять то, что Господь хочет нам передать. Если мы думаем, что Бог обращается к человеку только в церковных храмах или только во время какого-нибудь богослужения или в кругах детей Божьих, то мы глубоко ошибаемся. Помните, как Господь явился Якову во сне, когда тот бежал из дому? Он остановился ночевать в пустынном месте, взял камень и положил себе изголовьем. Там Господь ему явился и дал ему чудные обетования. Он говорит ему, я Господь Бог Авраама, отца твоего и Бога Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. И когда Яков пробудился от сна своего, то сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, как дом Божий, это врата небесные. Да, дорогие мои, любое место может стать открытым небом для нас. И Яков назвал место, на котором встретил его Бог и дал ему эти чудные обетования и откровения, Вифилем, что значит «дом хлеба». Да, во время твоего завтрака, обеда или ужина Бог наделит тебя и своим небесным хлебом, не только естественным хлебом. Не будем ограничивать Бога одним местом, как делали, например, самаряне и иудеи. Помните самарянку, как она сказала Иисусу, «Отцы наши поклонялись на этой горе», а вы, то есть евреи, говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. «Возлюбленные, нам не нужно идти на какую-то гору или в специальное место, чтобы иметь общение с Богом и услышать Его голос. Нет. Бог ищет истинных поклонников, которые будут поклоняться Богу в духе и истине, таких, с которыми Он может иметь беседу в любом месте. Сейчас на том месте, на котором ты находишься, мой дорогой друг, Бог хочет говорить с тобою. Слушай, что Он тебе скажет». А теперь давайте узнаем, что это было за обещание, обетование от Отца, о котором Иисус говорил им, когда они вместе вкушали пищу. Речь шла об обетовании Духа Святого. Об этом даре Он говорил им раньше. «Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня». Это было Его последнее повеление, но об этом даре Он говорил им раньше. Что говорил Иисус Своим ученикам об этом даре Отца, то есть о даре Духа Святого до Своей крестной смерти и воскресенья? Первое очень ясное заявление относительно этого дара о пришествии Духа Святого было сделано Иисусом, когда Он был со Своими учениками в горнице. Вы помните этот случай? В 14 главе Евангелия от Иоанна начинается наставление Иисуса о Духе Святом. Однако это уже продолжение того, что произошло в 13 главе. Беседа, начатая в 13 главе, продолжается вплоть до конца 16 главы. Кстати, интересно отметить, что и эта чудная беседа происходила за столом во время вечери. Так что первое заявление о Духе Святом, сделанное Иисусом, мы находим в 16 стихе 14 главе. «И умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Значит, Дух Святой будет даром Отца, который Он даст через Сына Своего. Немножко ниже, в этой же 14 главе, в стихе 26, Христос говорит, «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Что сказал им Иисус? Он сказал, что пойдет к Отцу и умолит Его, чтобы Отец послал им Духа Святого. Это дар Отца. Он им даст не по их заслугам, даже не по их просьбам, но потому, что Иисус умолит об этом Отца. Вы помните, как еще в начале Своего служения Иисус, наставляя о молитве, сказал, «Если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него». Но вы заметили, что они никогда не просили, и, следовательно, они не получили. Они не получили до тех пор, пока Иисус не попросил. «Я умолю Отца», сказал Иисус накануне того, как Он должен был расстаться с ними, «и даст вам другого Утешителя, то есть Духа Святого, да пребудет с вами вовек». Да, Отец Небесный дал Духа Святого не по просьбе учеников, но по просьбе Иисуса в ответ на Его молитву. Возлюбленные, Он один был достоин просить, и только по Его просьбе Бог, Отец, дал Духа Святого. Не по нашей просьбе, не по нашим заслугам. В ответ тому, который отдал свою жизнь во искупление наше, Бог, Отец, дал нам Духа Святого. Слава и благодарение Ему. Так что первое, что сказал Иисус Своим ученикам о Духе Святом, это то, что Он, то есть Дух Святой, является даром Отца, который Бог Отец даст через Сына Своего на основании совершенного им искупления. Не так было в период Ветхого Завета. Тогда Дух Святой не сходил на человека для определенной цели, на ограниченное время, но не для того, чтобы пребывать на Нем. Во время земной жизни Иисуса Христа Дух Святой пребывал на Христе. Именно это и было знаком, по которому Иоанн Креститель должен был узнать, что Иисус был воистину обещанный Мессия. Вот что Иоанн Креститель говорит. «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на Нем. Я не знал Его, но, пославши Меня крестить в воде, сказал Мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на Нем, тот есть крестящий Духом Святым». То есть, тот есть Мессия, Христос. Так что, в новозаветный период земной жизни Иисуса Дух Святой пребывал только на Нем. Также в течение этого периода Дух Святой пребывал с учениками, но вселился Он в них только тогда, когда не сшел Дух Святой в день Пятидесятницы. Это излияние Духа, которое произошло в день Пятидесятницы, было исполнением обетования Отца, о котором говорил Иисус. «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Но почему последователи Иисуса не могли получить этот дар до Дня Пятидесятницы? Почему, когда Христос сказал, «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него», они не просили и, следовательно, не получили? Причина возлюбленной в том, что не доставало главного, а именно дело искупления еще не было совершено Иисусом. В следующей же главе, после того, как Он сказал, что Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него, Он вдруг во время Своей проповеди восклицает, «Огонь пришел несвестия на землю и как желал бы, чтобы Он уже возгорелся». Это Он говорит о Духе Святом. Крещением должен я креститься и как-то млюсь, пока сие совершится. А в этом предложении Он говорит о Своей смерти, что только тогда, когда Он совершит свое крещение, то есть Он умрет на Голгофском кресте, тогда только Отец Небесный сможет исполнить обещанное и дать Духа Святого. Ни они, ни ученики и не те 120 последователей, которые собрались в горнице, вымолили Духа Святого. Нет. Но Иисус, наш первый священник, представ, пред Богом для умилостивления за грехи наши, умолил Отца и Отец в ответ на просьбу Сына дал Духа Святого. Обратите внимание на то, что Иисус, явив Себя живым, говоря о Царстве Божьем в течение сорока дней после Своего воскресения, в конце концов дал им повеление «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца». Они должны были ждать, пока они не облекутся силой свыше. Вот все, что Иисус им повелел, не отлучаться от Иерусалима и ждать. Христос ничего не говорил о том, чтобы они просили о Духе Святом. Следовательно, нигде не сказано, что они просили. Но что делали они в течение десяти дней между воскресением Иисуса и сошествием Духа Святого в день Пятидесятницы? Сказано, что они единодушно пребывали в молитве и молении. О чем они молились, мы не знаем, так как нам не сказано. Поэтому мы не можем сказать, что они просили Духа Святого. Они, по-видимому, были больше заняты и заинтересованы тем, кого назначить в число двенадцати вместо предавшего Иисуса Иуды. И вот во время ожидания они занялись делом, относительно которого Христос не оставил им повеление. Господь уже избрал заместителя Иуды. Он знал о Савле Тарсянине. Поэтому, когда Дух Святой не шел в день Пятидесятницы, он не шел в ответ на молитву Иисуса. Он был излит на ожидающих его сто двадцать как дар Божий по заслугам и по молитвам Иисуса Христа. Ни один из этих ста двадцати не мог претендовать на этот дар. Он был дан по благодати и только по благодати, не по молитвам и просьбам учеников, но по милости и благодати Божией как незаслуженный дар. Это был дар Божьей благодати, данный не по заслугам человека, но по заслугам Иисуса Христа, слава и благодарение Ему. Поэтому возлюбленный дар Духа Святого и Его излияние в день Пятидесятницы все это целиком зависело от того, что совершил Господь Иисус Христос на Голгофском кресте. Христос Сын Божий полностью удовлетворил требования святости и справедливости Божьей и когда Иисус предстал перед Своим Отцом и представил Ему свое удостоверение раны, которые были нанесены Ему нами, грешниками, тогда Бог излил Духа Святого на человека. В этот момент родилась церковь, состоящая из искупленных грешников. Началось новое, чудное, свежее движение. Человек стал храмом Божьим, носителем, воплощением Духа Святого. Дух Святой избрал своим жилищем человеческое тело. Слово Божье говорит, разве вы не знаете, что вы храм Божий, что в вас живет Дух Святой? О, какой это чудный дар! Обетование Отца! Слава и благодарение Ему! И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам, так сказал Господь Иисус Христос. Все эти обетования были исполнены в день сошествия Духа Святого. Сегодня они исполняются в момент, когда верой в Господа Иисуса Христа душа рождается свыше. В этот момент Дух Святой вселяется в душу возрожденного человека, и он становится детяти Божьим. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. О, какая чудная истина, дорогие друзья! Состояние сиротства прекращается, и ты становишься чадом царя царей. Ты член благословенной семьи Божьей. Подумай, ты новое творение, у тебя новые взаимоотношения с Богом, ты больше не во вражде с Ним, но ты сын и дочь Его. Он принял тебя в свою семью. О, какая отрада быть чадом Божьим! Подумайте, какие чудные преимущества имеет чадо Божье. Теперь Дух Святой, живущий в Нем, дает Ему мир, которого мир не может дать. Мир оставляю вам, мой мир даю вам, говорит Христос, не так, как мир дает, я даю вам. Возлюбленный, когда Бог дал нам Духа Святого, то с Ним Он дал нам все, слава и благодарение Ему. Ведь Он Бог, Он всемогущ, потому христианин все может в укрепляющем Его Иисусе Христе. Дух Святой делает это возможным. Однако, Он не только дает нам мир, но Он также дает нам силу. Силу нечеловеческую, не как мир дает, но силу сверхъестественную, силу Божию. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы будете свидетелями, сказал Иисус Христос, когда сойдет на вас Дух Святой. Возлюбленные, для нас, детей Божьих, нет причины терпеть поражение. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Если Бог с нами, кто будет против нас? Да, как бы враг не старался, дорогие мои, с силой возлюбившего нас, мы можем преодолеть все его нападки. Он не только с нами, но возлюбленный Он в нас благодарение Ему. О, какая это милость, какая благодать, какое чудо, чтобы ты и я, грешники, искупленные, драгоценные кровь Иисуса Христа, имели преимущество быть детьми Божьими. Принял ли ты этот чудный дар, мой дорогой друг? Принадлежишь ли ты Ему? Если нет, то почему нет? Христос все сделал для тебя. Тебе нужно только принять Его дар верой. Сделай это сейчас.